Откроем местописание Иеремия, 1 глава, 4-5 стихи, и это будет наша сегодняшняя стихия, о которых мы будем размышлять. Итак, Иеремия, 1 глава, 4-5 стихи. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». И я остановлюсь на этих стихах, потом мы дальше продолжим. Значит, тема наших сегодняшних рассуждений – это Божье предназначение для нас. Что Бог вообще предназначил для нас, как Он видит нас, как Он думает о нас, что вообще происходит с нашей жизнью, откуда мы, как и что, чего в наше движение, в нашей жизни со стороны Бога, какое Его участие, будем так говорить, Бога в нашей жизни. Давайте посмотрим на эти слова. Значит, я себе в этих стихах, вот, считайте, в одном стихе, подчеркнул такие четыре мысли, и об этих четырех мыслях хочу, так сказать, поделиться с вами. Значит, первая мысль какая? «Я образовал тебя, я познал тебя», вторая мысль, «я осветил тебя, я поставил тебя». Обратите внимание, что в этом одном стихе, только в одном стихе, Бог говорит о действиях, которые Он сделал, совершил с человеком. То есть, в том смысле, с Иеремией. То есть, Он говорит, я образовал, я познал, я осветил, и я тебя поставил. И я думаю, что вот эти слова, которые Бог сказал когда-то Иеремии, они относятся ко всем нам, потому что это слово пророческое, это слово универсальное. Писание говорит, что все, что написано прежде, написано кому? Топом. Нам. Для чего написано? В наставления, достигших последних веков. То есть, эти слова были сказаны пророку Иеремии, но они могут относиться к нам либо прямо, либо косвенно. То есть, либо показывать какие-то определенные божественные принципы в нашей жизни. Вот об этом я и хотел бы с вами поговорить. Что Бог вообще думает о нас, что Он совершил, что Он сделал о нас с вами верующих. Первое, на что мы обратим внимание, это вот на такую фразу, где Бог говорит, прежде чем я тебя образовал, я тебя познал. Это означает, что Бог познал нас, прежде чем мы с вами были образованы. То есть, нас еще не было, не было вообще ни одного из нас. И перед тем, как Бог думал о нас и образовывал нас, Он уже нас с вами знал. То есть, мы были в замысле Божьем, мы были в Его разуме. Бог знал наше имя, когда нас с вами еще не было, даже в утробе матери, и не были мы образованы. Он знал, как мы будем жить, Он знал, в какой семье мы родимся. Вы знаете, Бог это все знал. Здесь написано, я тебя прежде чем образовал, я тебя познал, я тебя знал. Это означает, что все-все абсолютно Бог знал. Бог поместил нас в определенную семью. Вы родились, и я не случайно в какой-то семье. Потому что иногда люди думают, вот почему я родился, вот именно мои родители, вот эти, там, Иван, или Степан, или Мария. Почему я не родился в семье богатых людей, или еще каких-то. Потому что Бог знал, где тебе и мне лучше родиться. Это значит, что, братья и сестры, те наши родители, которые у нас есть, и мы родились от них, это Божий дар для нас. Это означает, что мы должны их высоко ценить, потому что Бог задействовал их, чтобы мы с вами родились. Мы не родились случайно, это не случайно, пошла такая ошибка, что где-то там родители решили родить, и они родили. Нет, есть люди, которые всю жизнь пытаются родить ребенка, они не могут родить. Бог закрыл чрево, и не рождается, и все. Хоть ты что хочешь делать. И наука современная не может помочь. Не рождается ребенок. Вот и все. А мы с вами родились. Бывает, ребенок рождается, родители не хотят, чтобы он родился. А он рождается, вопреки всем их усилиям, и всяким противозачаточным, и таблетками, и чему угодно. А ребенок родился, назло всем, как говорится, назло врагам. Родился и все. А знаете почему? Потому что Бог за ним стоял. Бог хотел, чтобы он родился, этот ребенок, чтобы он зачал и родился. И он родился. Поэтому вот Божья судьба для нас, его предназначение, это его судьба. Что он хотел для нас? Итак, я к чему введу мысль? К тому, чтобы мы поняли, кто мы. Что мы не случайные совершенно люди. Что мы не пришли в этот мир случайно. Что нас не по-нашему, так сказать, там наших родителей, родственников, мы родились по их желанию. Мы родились, потому что Бог так хотел. И потом, по мере нашей жизни, Бог хотел, чтобы мы дальше двигались. Чтобы мы родились свыше. Чтобы духовная сила, Дух Божий вошел в нас. Двигаться Он начал в нас. Потому что у Бога есть для нас особое предназначение. Итак, первая мысль, которую я хочу предложить вам, и вы ее уже слышите. Это давайте сконцентрироваться на том, что Бог познал тебя или меня. Бог познал тебя, брат и сестра. Бог познал меня, прежде чем мы с вами родились. Мысль моя вот к чему идет. К чему я это все говорю. Это значит, братья и сестры, что Бог все просчитал до, как говорится, волоска нашей головы. Помните, написано, что волоса на нашей голове что? Сочтены все, братья и сестры. Я не знаю, сколько у меня, 100 тысяч раньше, наверное, было. Сейчас, наверное, осталось 20 тысяч волос. Но все волосы сочтены. У вас все посчитаны. Все посчитано, братья и сестры. Это все, это о чем говорит, что Бог ходит с нами, заботится о нас, печется о нас. Мало того, братья и сестры, Бог доверяет нам. В каком смысле? Что Он знает, что вот так мы Его приняли, и мы дойдем до конца. Мы Его не оставим, мы Его не покинем. И Он нас никогда не покинет. Он, призвавший нас, Он знает, что с нами все будет нормально. То есть Он верит по-другому, если так говорить, в нас. Потому что Его вера, ну, как бы сильнее нашей. Он знает будущее, а мы как бы и так чуть-чуть не уверены в будущем. Мы не знаем, думаем, что будет, а Бог все знает. И поэтому, братья и сестры, вот с этой позиции мы должны смотреть на свою жизнь. Что я дойду. Я дойду. Почему я дойду? Потому что Бог меня, прежде чем создал, Он меня познал. Вы понимаете мою мысль, к чему я веду? Или нет? Потому что я, может, я так говорю запутанно. Это значит, братья и сестры, чтобы вы нисколько не сомневались в вашем спасении. Вы верили, что Господь с вами до конца вашей жизни. До конца. До последнего дыхания или до пришествия Его. Почему? Потому что Он познал нас наперед. Ну, как бы вам это по-другому объяснить? Ну, вот есть такое местописание. Написано про Якова и про Исава. Я потом зачитаю с 8 стиха римлянам, вы поймете, к чему я веду речь. Помните, Господь говорит в Писаниях пороческих, что Иакова я возлюбил, помните? А Исава возненавидел. А почему так? Прежде чем они еще не родились. Не родились они, вот Робитом матери были, зачатие у них было. А Бог просчитал и все видел. Почему Он Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Да потому что Он знал, что когда пройдет жизнь, Исава вот так будет поступать. Пройдет там 40 лет или сколько Он там жил. А когда пройдет 40 лет, Иаков вот так будет. А этот человек будет стремиться к Богу, а этот не будет стремиться к Нему. Он продаст первородство. Бог это знал, потому что Он наперед это все видел. Он знал. Поэтому еще, когда они не сделали ничего, у Бога уже отношение к сердцу вот такое было. Братья и сестры, а мы с вами, принявшие Иисуса Христа, это значит, что Бог видел нас, что мы зовемся на Его зов, на Его отклик. И поэтому Он сказал, я познал тебя. Вот я читаю такое местописание, записанное Римлянам 8, 29. Ибо кого Он предузнал? Слово предузнал, это означает предварительно узнал. Узнал наперед, просчитал. Нам это непонятно, мы будущее не знаем. Если Бог, конечно, не откроет. Бог открывает, мы знаем. Не открывает, мы ничего. Ну так, можем что-то догадываться, больше ничего. А Бог знает. Бог знает, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через час, что будет через год, через два, через пять, через десять, через сто лет, если мы будем жив. Он все это знает. Все, все, все. У него, если так сказать, я как бы себе так представляю. Ну вот, допустим, когда вы летите на самолете, вы смотрите дорогу, например, фривей, хайвей, большой фривей, и вы с высоты огромной 10 километров, вы видите далеко, вы можете видеть 10 километров туда и 10 туда, и вы видите, как поток машины идет, и вы видите все на дороге. А водитель, который едет на машине там далеко, он не знает, что там впереди будет за 10 километров, он и не видит сейчас, а вы видите, потому что вы находитесь вверху, и для вас вот эта дорога вся видна. Так вот, для Бога наша жизнь, которой мы протекаем, наше прошлое и наше будущее, оно все видно, как на ладони, как человек себя поведет, потому что это Бог написано, Он Бог всемогущий и всезнающий, Он знает и прошлое, и будущее, и настоящее. Но сейчас не об этом речь, я просто хочу сказать вот о чем, что Бог предузнал тебя, это значит, что ты принял Иисуса Христа, и ты дойдешь до конца, тебе держись за это слово, потому что так Писание нам говорит, я прежде нежели образовал тебя, я тебя познал. Еще есть такое место, исход 33, 17, почему это так важно знать? Потому что Господь когда-то сказал Моисею, сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Братья сестры, вот Бог знает каждого из нас по имени, что это значит? Ну, конечно, Бог знает все имена, Он знает, что того зовут человека Павел, того Иван, того Степан, ту женщину или сестру Марии, ту Светлана и так далее. То есть Он знает абсолютно все имена, миллиарды людей живет на земле, Он знает все их имена. А почему Он говорит Моисею, я тебя по имени знаю? Почему такой акцент, я знаю тебя по имени? Эта фраза встречается несколько раз в Писании, я знаю тебя по имени. Братья сестры, дело в том, что имя в еврейском языке, в еврите, не просто означало какое-то название, оно означало все, что может быть сказано о человеке. Так говорит словарь. Словарь Стронга говорит, что имя в древнем мире означало все, что может быть правдиво сказано о человеке. Вот так дословно звучит эта фраза. Все, что можно сказать о его характере, о его внутреннем мире, о его наружном мире, о его поведении, о его мыслях, о его чувствах, о его желаниях, о его стремлениях, о его направлениях и так далее. Все, все, что можно было сказать о человеке, входило вот в это имя. И поэтому люди давали своим родственникам, близким имена с определенным значением. Так вот, Бог говорит, а я знаю тебя по имени, то есть я знаю про тебя все, абсолютно все знаю. Я знаю про тебя лично все знаю, не просто знаю, а я все вижу и все понимаю. Это означает, братья и сестры, что Бог нас предузнал, Бог нас видел, каковы мы, и Бог нам с вами доверяет. В том смысле, что Он доведет нас до конца, Он знает, кто мы дойдем, и Он хотел, чтобы мы в это верили, верили Ему. Вот что это означает, я познал себя. Дальше, что, братья и сестры, вторая мысль, которую мы здесь находим, в этой фразе, вот в этом стихе пятом, Бог говорит, я образовал тебя, прежде нежели, вот, ты вышел из утробы, я тебя образовал, в утробе, разумеется. Итак, что здесь за мысль? Зачем Бог нас с вами образовал? То есть, имеется в виду, сформировал нас, сформировал нашу внешность, сформировал нашу внутренность. Братья и сестры, вот та внешность, которую вы имеете, вот, облик ваш, это кто сделал, как вы думаете? Вот по этому писанию, я тебя образовал в очреве, кто сделал? Вот, вот у меня, допустим, такой нос, а у вас другой нос, у вас там такие-то глаза, у меня такие, у меня вот такие уши, может быть, а у вас другие. Кто это сделал все, скажите мне? Ну, что вы смелее говорите? Бог сделал, правда? Если Бог меня вот таким образовал и вас таким образовал, то что это означает, наше отношение к этому образованию внешнему, что означает? Как к нему надо относиться? А? Что? Относиться достойным образом, то есть его надо оценить. Это означает, что свое тело надо полюбить таким, какое оно у нас есть. Нос большой, там, маленький, короткий, длинный, неважно. Ну, разумеется, если он не родился человек с дефектом, потому что бывает, ну, человек рождается с болезнью какой-то, ему там какой-то дефект, какой-то грех или еще что-то произошло, и он родился с дефектом. Ну, Бог дефекты такие не делает. Я сейчас говорю, когда человек родился, нормальный человек, просто у него, ну, вот там большой нос или большие уши, там, или глаза большие, или маленькие, или еще какие-то, понимаете? Просто он родился, он хороший, красивый человек. Но вдруг ему кто-то начинает говорить, слушай, да ты вот такой-секой, да что это ты похож, там, на клоуна или еще на кого-то. И ребенок с детства начинает над ним смеяться, знаете, и потом вот он себя чувствует неправильно. Братья и сестры, такого отношения у нас не должно быть. Это Бог образовал, это человек красивый. Красота заключается, знаете, вот именно в том, что это сотворил Господь. Просто это красиво, надо не то, что там вот, знаете, иногда вот вы приходите в магазин, и там смотрите, вот обязательно там, где вот эта касса, там всегда стоят какие-то журналы. И таких вот журналы, мод там выставляют, еще там какие-то. И там обязательно красивых таких женщин, мужчин выставляют, идеально таких. Они не идеальны, их просто в фотошапе сегодня таких подделают, подрисуют там, и туда на этот журнал помещают, и все думают, о, какая она красивая, буду подражать. Братья и сестры, вы какие есть, такие вы и красивые. Красота человека заключается не во внешнем виде, а внутренняя красота. Вы знаете, неважно, какой наш внешний вид, если у вас внутри красиво, эта красота будет выходить наружу, ее будет видно. Это сегодня, почитайте любую литературу, где психологи пишут, они говорят, что человек красивый. Они уже по Библии говорят, потому что, ну, читают же Библию. Они говорят, что красота человека не находится снаружи, она находится внутри. Любой человек, независимо с какой внешностью он имеет, независимо какая у него фигура, какая у него внешность, если он внутри красивый, его красота будет видна наружу. Ну, вот, например, вы, как вы думаете, вот свинья красивая или нет, животная? Красивая же? Красивая, почему нет? Замечательное животное, вот Бог его создал, и оно очень красивое, и такое вот, как его, как, потому что Бог его создал. Когда Бог создал, вы читаете, например, такое слово, смотрел Бог, как он создал, и сказал, хорошо, и дальше как? Кто помнит? Это же свинья включалась туда или нет? Конечно, включилась. Или жираф, например. Вы пойдете там, например, куда-нибудь, где там в Африке жирафы, да? Смотрите, идет такое громадина 4 метра высотой, шея такая. Думаете, ну, зачем она надо, такое чудо ходит там, да? А надо, значит, вот Богу нравится такое. И лошадь там рядом, лошадь скажет, слушай, я самая красивая, что это за жираф такой ходит? Что у тебя такая длиннющая шея и непонятно что? Или верблюд горбатый ходит, или бегемот там какой-нибудь, или носорог, у него на носу такой громадный рог. Знаете, все животные красивые. Можете понять это? Я к чему это все веду? Чтобы Бог сказал, красиво все. Этот человек, он не понимает ничего в красоте, ему кажется, вот, лошадь самая красивая. Потому что я как-то читал, значит, про животных, ну, и ученые пытались определить, какое животное самое-самое красивое. И остановились на лошади, что лошадь самая красивая. Я думаю, а что лошадь? Мне свинья нравится. Ну, что, вопрос. Свинья тоже замечательная. И пятак такой у нее оригинальный. У кого пятак еще есть, братец? Да нет, у него одного животного. А? Оригинальная. Притом пятак такой интересный, что она и землю может рыть, и нюх у нее не хуже, чем у собаки. И она, знаете, ее использует, чтобы грибы вот эти, как они называют, труфели, труфели, да, или как, в земле, она находит лучше, чем собака, на большой глубине, там, на метр, или на сколько они там растут. Вот. То есть красиво. Я к чему веду речь, братья и сестры, что мы с вами образованные Богом, мы все красивые. Это надо просто поверить в это, принять и сказать, Господи, благодарю Тебя за мое тело, благодарю Тебя за мой дух, за мою душу. Я красивый, весьма красивый. Вот и все. А сестры вообще самые красивые. Вообще, знаете, говорят, что женщин вообще некрасивых не бывает. Вот. Все красивые и очень красивые. Так что наши сестры, это вообще замечательно. Ну, братья точно не отстают. Идем дальше, братья и сестры. Итак, Бог нас с вами образовав, сформировал. Теперь Исайя 43, глава 21 сих говорит так. «Этот народ я образовал для кого? Для себя. Он будет возвещать славу мою». Исайя 43, глава 21 стих. «Бог образовал нас с вами». Раньше это был израильский народ, но это пророческое слово относится к вам и ко мне. Бог говорит о нас, что «я образовал тебя, вас образовал для себя. Я сотворил так вас, форму и внешнюю форму, и внутреннюю вашего человека, и наружного. Для себя, чтобы вы возвещали мою славу». Исайя 43, глава 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Бог сказал, я их выведу из разных народов, там выше сказано. Поэтому, братья и сестры, так как вы и я имели у Бога определенную цель, чтобы Бог образовал для своей славы, для того, чтобы, вы знаете, что вы понимаете по словам слава. Ну, вот если вам задать такой вопрос, вы никогда не думали, вот, Бог говорит, для моей славы. То есть мы с вами все вместе взяты, Божий народ, составляем Божью славу. Как это понять? В чем это, как это выражается? Как вы думаете? Хорошо, я вам помогу по-другому. Но жена является славой чего? Кого? Мужа своего. Почему? Потому что они вместе составляют одно, правда? И написано, прилепится к жене своей и будет двое-одна плоть. И так как они прилепились и стали двое-одна плоть, то жена становится славой своего мужа. Это неразрывное, неразрывное получается, как бы, существо, неразрывный живой организм. Поэтому, братья и сестры, когда Бог нас создал и сказал, я для славы, это значит, что мы становимся его славой, частью его, частью Бога. Входим в его личность, в его существо, в его природу, в его личность, будем так говорить, в его естество, как написано, чтобы нам стать, помните, как Петр говорил, кем? Причастниками божественного чего? Естества. И потом Писание нам говорит, послание Коринфянам, это Божьи тайны, которые Бог открыл апостолу Павлу, что когда все закончится, человек соединится с Богом и будет Бог, помните, кто дальше? Все во всем. Человек сольется, все человечество сольется с Богом. Человек станет Божьей славой, он будет сиять Божьим светом. Поэтому мы сегодня здесь на земле наполняемся Божьей славой, Божьим светом. И вы знаете, каждый из нас это своего рода такой алмаз, маленький какой-нибудь или большой, разного цвета или изумруд и так далее, который будет находиться в этой Божьей короне, если так сравнивать нашим образом, языком, чтобы понятно было. То есть Бог будет носить всех нас с вами, так как мы слава, венец. Написано, жена венец для кого? Для мужа своего. А мы с вами венец для нашего Господа. Вот такой венец, человеческий венец, сердец составленный. Каждый из нас будет, может, маленький алмаз, большой, может быть крупный, может поменьше, может с разными гранями, но все-таки в этой короне Божьей, в его славе мы каждый там будет усаженный будем там. И Бог будет носить нас на себе, мы будем частью его, если так сравнить таким языком, чтобы нам понятно было. Поэтому, дорогие братья и сестры, я должна это понимать, что я Божье чадо непростое, а у меня у Бога в этой короне, в этой славе предназначено определенное место, чтобы я сиял Божьим светом. Поэтому для этого мы живем. Он так прямо говорит, я образовал вас для славы моей, чтобы вы эту славу возвещали и чтобы мы были этой славой. Окей? Дальше я смотрел, мы читаем 2 Фессалоникийцам 1, 11, 12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными званиями, совершил всякое благоволение, благости и дело, вера и усили». И дальше, смотрите, 12 стих, вот ключевой. «Молимся, чтобы Бог совершил нечто внутри нас». Что? «Для прославиться имя Господа нашего Иисуса Христа в нас, имя прославляется в нас, а мы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Мысль понятна, о чем идет речь, что Бог прославляется в нас, а мы прославляемся в Боге. Это значит, что мы единое целое. И так Писание нам говорит, что Христос в вас, а мы в нем. Бог в нас, а мы в нем. Мы прославляемся в нем, а он прославляется в нас. Соединились воедино. Поэтому Бог сказал, «Я образовал вас для моей славы, для того, чтобы вы эту славу возвещали и были моей славой». Дальше мы читаем следующую мысль. Бог говорит, «Я осветил тебя». То есть я тебя познал, я тебя образовал, сформировал для своей славы, чтобы ты был моей славой. А теперь Он сказал, «Я тебя осветил». Что означает слово «Я осветил»? Все вы, и я в том числе, мы освящены нашим Господом. Что означает слово «осветил»? Осветил вообще в Древнем мире, и так и в греческом языке, и в Ветхом Завете, и в Новом, и на иврите, означает одну главную мысль. Там, хотя есть и другие мысли, но самая главная мысль, самая главная идея – это отделил. Бог отделил от простого, отделил к себе, в личную свою собственность. И вы знаете, вот Бог, допустим, отделил себе колено Левина и сказал, «Это святой мой народ». Колено Левина – святые. В том, в каком смысле? Что они взяты из народа и теперь служат мне. В этом смысле назывался святой. Отделенный от простых людей и предназначенный для того, чтобы служить Господу. Вот это главная мысль, что такое святой. Отделенный для Бога. Предназначенный для Бога. Для определенной работы, для определенного служения. Поэтому в этом смысле каждый из нас, кого Господь познал, кого Господь образовал, того Господь и осветил, отделил, как Бог сказал пророку Иеремии. Я тебя осветил. То есть я взял тебя, чтобы ты вот был таким человеком, был пророком. Я взял тебя. Ты отделенный человек. Вот Новый Завет об этом часто нам говорит. Что мы люди непростые. Мы люди освященные, отделенные. Писание говорит, что вы народ святой. И дальше подчеркивается мысль. Какая? Люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство. Вы предназначены для определенной цели. Вы непростые люди. В другом месте сказано, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот что такое святой человек. Святой человек это особенный человек. Ну вот как были, например, священники из колена Левина, там из определенных племен, были избранные люди, которые должны были быть священниками. Другие были левитами. Они несли определенное служение. Никто другой не имел права прикасаться и служить в этом храме, потому что Бог сказал, никто другой, только колено Левина, только из семейства Аронова должны приносить жертвы. И это было великое привилегие. Помните, был один такой человек, царь, ему захотел взять кадильницу и пойти покодить. А что ему священники сказали? Нельзя тебе, царь Озия, идти. Это не твоя работа, не твое служение. Ты царь, иди там занимайся царскими делами. А здесь это работа священника, потому что Бог нас отделил. Не потому что мы такие хорошие или лучше всех, но это наше служение. А Озия захотел кадить. И вот он не послушал их, он пошел, и что? Проказа у него на челе появилась. И он спешил выйти из храма, потому что боялся, чтобы не умереть там. И так он и остался прокаженным. Видите, то есть были освященные люди для служения, и они понимали свое служение. Братья и сестры, а у нас сегодня есть привилегия, что я святой человек, вы святой человек. Вы отделены для того, чтобы вот эту Божью славу и Божью силу показывать. Служить ему. Давайте посмотрим, каким образом мы освящаемся. Мы освящаемся четыре, Писание нам может есть и больше, но я остановлюсь на четырех таких силах, которые нас освящают с вами. Что именно? Ну, во-первых, мы освящаемся Словом Божиим. Писание нам говорит Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть, вот смотрите, мы святые, почему мы святые или отделенные? Потому что мы приняли Слово Господне. И то Слово, которое Бог нам говорил, родители нам говорили, мы его слышали, мы его приняли, и оно живет в нас, оно сделало нас святыми, оно сделало нас отделенными. Мы совсем другие люди, не такие, как прочие люди, потому что Слово отделяет. Здесь прямо говорится, освяти их истинною, которая есть в Слово, отдели. И Бог это сделал. Дальше мы освящаемся телом Иисуса Христа, его жертвы. Его, как здесь Писание говорит, евреям 10.10. По сей-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. По этой причине, вот когда мы с вами принимаем, постоянно это делаем, вот Павел сказал, чтобы это делали, Христос повелел, всякий раз, когда вы вспоминаете, ну, жертву приносите, то есть принимаете хлеб и вино, вы смерть Господню возвещаете. Что это означает? Это означает для нас, братья и сестры, что мы отделены жертвой Христа. Принявшие Его, мы совсем совершенно другие люди, отделенные для Бога, святые, другими словами. И мы это подчеркиваем всякий раз, что именно моя святость заключается благодаря этой жертве. Дальше мы освящены кровью нашего Господа Иисуса Христа, евреям 10.29. То сколь тягчайшему, думаете, наказание будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освященный Духа благодати оскорбляет. Мысль какова здесь, что каждый из нас освящен кровью нашего Господа Иисуса Христа, потому что мы верим в это, и на нас было кропление крови. Всякий раз, когда мы говорим, я принимаю эту жертву, принимаю тело Христа, я принимаю кровь, это подчеркивает нашу с вами святость, нашу отделенность, нашу принадлежность к нашему Богу, нашему Иисусу Христу. И поэтому очень важно всегда это себе напоминать, отделены или освящены кровью с завета. И это кровь вечная. Помните, что все вещи, которые были в храме, и в скине, и так далее, она кропилась кровью, шел священник и кропил кровью на все предметы, и освящались они таким образом, то есть отделялись. Точно так и мы с вами. И четвертое, чем мы с вами освящаемся? Мы освящаемся Духом Святым, принимая Святого Духа. Писание нам говорит так, 1 Петра 1, 2. По предведению Бога Отца при освящении от Духа, речь идет о Духе Святом, при освящении от Духа Святого. И дальше говорится, для чего мы освящены? Мы освящены к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир доумножится. Мы освящены, братья и сестры, для Бога полностью и окончательно, то есть мы освящены через Слово, через тело Христа, через Его кровь и через работу Святого Духа в нас, со стороны Бога. А с нашей стороны мы просто отдаем свою жизнь Господу, мы отдаем Ему, это называется посвящение, отдача Ему, согласие. Господи, я согласен быть Твоим слугой, быть святым, как Ты меня сделал, я буду таким. И тогда Дух Святой показывает нам, к чему? Мы призваны к послушанию, для того, чтобы постоянно ходить в благодати Божией, в мире Его, и быть постоянно окроплены, как вот здесь сказано, к послушанию и окроплению кровью Христа. Именно кровь Иисуса Христа, двигаясь внутри нас, она показывает нам, что мы принадлежим Ему. И последнее мы, если мы будем приходить к молитве, Бог сказал пророку Иеремии, я поставил тебя. Что означает, что Бог его поставил? Бог поставил его на служение, нести Слово Божие, нести пророческие слова для всех народов. Здесь говорится вот дальше, он сказал ему, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Что я хочу сказать? Хочу сказать то, что каждый из нас имеет от Бога особое предназначение. Иеремия был пророком, ему надо было проповедовать Слово Божие, нести всяким народам, посылать им, послание делать народу израильскому, соседним народам, и он это выполнял и делал. Нам Господь каждому тоже дал какое-то определенное задание, и мы его должны знать. Мы об этом часто говорили раньше, что для чего я живу, для чего Бог меня поставил, что Он поставил, какую цель Он преследует, то есть дает мне, чтобы я ее достиг. Иоанна 15-16 сказано так, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросили от Отца во имя Мое, Он дал вам. Братья и сестры, вот это общее для нас призвание. Я понимаю, что у каждого человека есть призвание там особенное. Ну, кто-то поет, кто-то проповедует, кто-то евангелист, кто-то молится за больных, кто-то там служит в церкви разными служениями, дарами. Это все понятно. Но посмотрите, вот здесь Он говорит общее для всех, чтобы человек шел и приносил плод. Святые постулы шли, приносили плод, чтобы мы с вами шли, приносили плод. Бог видел плод, мы как дерево плодоносящее. И, конечно же, Бог как виноградарь, как садовник, Он смотрит на нас и ждет драгоценного плода от земли. И вы знаете, о плоде Духа мы говорили давно уже, иногда напоминаем, что любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, короткость, воздержание. Дальше там говорится, что плод есть наша святость, святость перед Господом, вот, праведность и истина, и благослови, благодать, то есть благость Господня. Все это мы говорили об этом. Так вот, чтобы этот плод постоянно пребывал, а потом знаете еще для чего Бог поставил? Да, чтобы, смотрите, последняя часть стиха, если вы там на экране видите, там смотрите, как сказано, «Дабы чего не попросили», что дальше от Отца во имя Мое? Что? Братья и сестры. Оказывается, мы с вами не просто плод приносим, ну, Бог ждет, а Бог ждет, чтобы мы просили у Бога, чего бы мы не попросили, и что? Получили. Чтобы Бог ответил на нашу молитву. И вы знаете, я вот думаю, что это сбывается, Бог благословляет, ну, не до конца, то есть как бы, ну, просим в другой раз и не получаем. Бывает же такое? А должны получить, потому что так хочет Господь. Бог хотел бы, чтобы мы чего бы не попросили, получили. И не просто там вечности, здесь получили. И это Он поставил нас на это. Я, говорит, поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, плод пребывал, то есть это не просто там, что значит пребывал? Это значит, что плод постоянный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не раз там человек приносил, приносил, любил, любил, перестал любить. Терпеливым был, перестал быть терпеливым. Уже месяц терпения никакого нету. Был добрый такой, помогал всем, перестал помогать. Все, кончилось его благословение, кончился его плод. А Господь говорит, у тебя должно быть постоянно, мало того, с каждым годом должно наращиваться. Ну, дерево любое, вы видели, когда оно растет, у него оно становится меньше или больше? Больше. А плода приносит меньше или больше? Больше, правда? То есть дерево растет, больше плода приносит, каждый год. Вот, и когда человек приносит плод, тогда он молится перед Господом, просит у него, как здесь написано, «Дабы чего вы не попросили у Отца во имя Мое, Он дал вам, чего бы ты не попросил». Братья Суду, как это здорово. Я хочу в этом быть, чтобы чего бы не попросил, оно все сбылось. И слава Богу, Бог нас этому учит и к этому ведет. Поэтому пусть Господь нас благословит. Давайте мы сейчас помолимся. Я еще раз напомню, что мы все имеем благословение от нашего Господа, что у Бога есть особая судьба для нас, предназначение, и Бог просчитал все, и поэтому нас призвал. Если бы не было у нас силы дойти до конца, и мы бы так были какие-то такие, знаете, недалекие и недостигшие, то так бы так не было сказано. Но Бог знает, что мы с вами познал у нас, Он нас образовал, Он осветил, и Он нас поставил. И Он сказал, я с вами во все дни жизни до конца, и вы дойдете. Поэтому, братья и сестры, давайте встанем, поблагодарим Господа за это, и пусть милость Его будет с нами. Славим Его Отца нашего Небесного. Отец наш Небесный, благодарим Тебя и славим Тебя за Твою великую любовь и милость для нас. Прославляю Тебя, Господи, величаю Тебя, и бодостоин Ты хвалы, славы, чести и поклонения, что Ты, Господи, предузнал нас, прежде Ты, нежели образновал нас. Ты нас познал. Ты, Господи, знал нашу жизнь полностью от начала до конца. Ты все видел. И Ты, Господи, поместил нас в определенных семьях, дал нам родителей, кому таких, кому других, и благословил нас. И мы благодарим Тебя за это, что Ты, Господи, все предузнал, поэтому нас призвал. И Ты благословил нас, чтобы мы были подобными образу Сына Твоего Иисуса Христа. Ты увидел нас, что мы можем к этому дойти, и Ты доведешь нас. И мы в это верим. Мы верим, что мы дойдем до конца. Мы верим, Господи, что Ты нас образовал. Образовал для Твоей славы, чтобы быть Твоим венцом, чтобы быть с Тобою в славе Твоей непрестанно и постоянно, уже здесь, на земле. И поэтому Ты благословил нас. Мы благодарим Тебя за наши тела, какие Ты нам дал. Благодарим Тебя за наш дух, за нашу душу, за наших братьев, родственников, сестер, которых мы имеем. Ты поместил нас в определенные семьи, чтобы мы могли там расти, воспитываться. Это было Твое предназначение. Благодарим Тебя. Мы не выбирали, Господи. Это Ты выбрал для нас. И мы славим Тебя. Благодарим Тебя за освящение, что Ты осветил нас. Осветил нас Словом Твоим. Осветил нас кровью Иисуса Христа. Осветил его телом. И осветил нас Духом Святым. И мы принадлежим Тебе. Мы народ святой, люди взятые в его дело. Слава Тебе за это. И мы благодарим Тебя, Господи, что Твое желание, что Ты поставил нас, поставил, чтобы мы были плодоносящие, и чтобы мы молились, Господи, и получали ответ на все наши молитвы. Так Твое Слово говорит, Господь, мы читали его сегодня. Ты сказал, я поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы чего не попросили, от Отца получили. Господи, соверши этот стих в нашей жизни, в нашей общине, в каждой семье, которые сегодня слышали это Слово, Господи, благослови нас, чтобы мы приносили плод, и чего не попросим, во имя Иисуса могли получить. И да будет радость наша совершенно в этом вопросе. Да прославишься Ты наш Господь, во имя Христа Иисуса. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...